15 к 3005.07.2018, обновлено, 16-10, 5 июля 2018 года, 2-1-2-2-4, Москва, 5 июля, РИА Новости. ГОСДУМА поручила Комитету по энергетике запросить в Минэнерго и Распотребнадзоре информацию о планируемых мероприятиях и механизмах, направленных на устранение возможности недолива топлива на АЗС при реализации потребителя, следует из протокольного поручения ГАДЭ. Депутатов также интересует наличие нормативов, устанавливающих методику определения фактически залитого топлива в бак автомобиля, и количество и результаты проведенных за последние три года проверок АЗС в части качества и количества реализуемого топлива, как по регионам, так и в целом по РФ. Конечному потребителю объема, считают инициаторы поручения, депутаты от ЛДПР Владимир Сосоев, Андрей Свинцов, Ярослав Нилов и Александр Курдюмов. Они обратили внимание, что в связи с участившимися жалобами автовладельцев на недобросовестность АЗС Федерации автомобилистов России, ФАР, был проведен мониторинг фактически залитого в бак топлива на 34 АЗС в 13 субъектах. В результате мониторинга, недолив, расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом, выявлено 76% АЗС, средний недолив по выборке составил 5,05%. Помимо количества продаваемого топлива, ФАР было проверено его качество. В результате лабораторных исследований выявлено, что топливо АИ-95 не соответствует требованиям технического регламента по химическому составу. Недолив топливо, это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции, считают инициаторы поручения. По данным Росстата, в январе-май этого года рост цен на бензин составил 7,2%.